Художник и музыкант, сумоучка в одном лице. Каждое утро ветерана начинается с мелодии итальянки. Играет мастерски и для себя, и для других. Труженик тылом Марс Рашидов пришел на встречу с молодежью, чтобы поделиться своими воспоминаниями о военных годах. Его, как и других ветеранов, встретили тепло. Почетных гостей здесь очень ждали. Для нас, для нашего возраста, любой праздник сейчас очень интересно, вспоминается. Тем более, сейчас воодушевляет, омолаживает человека. Как жили, чем питались и как выдержали войну, спрашивали дети у ветеранов. Что-то они уже знают из учебников, а что-то стало для них настоящим открытием. В любом случае, изучать историю по воспоминаниям очевидцев тех событий показалось им гораздо интереснее. 9 мая мне важно для того, чтобы помнить, что ветераны – это те люди, которые спасли нас. 9 мая для меня – это огромный праздник, потому что когда-то наши предки, наши прадеды отвоевывали нашу страну. Мы настолько были храбры, что шли в бой, то не с этого боялись, вот этого нашего патриотизма. Ну, если бы не ветерана, то, возможно, у нас бы сейчас это не было. Общение детей с ветеранами – это важный момент в патриотическом воспитании, считает организатор праздника Татьяна Жирнова. Цель моего этого мероприятия – чтобы наши дети, чтобы жители микрорайона знали, какие люди проживают в этом городе, и что с ними можно не только провести прекрасный общий досуг и пообщаться, найти что-то общее, интересное. Представители второго поколения – это тоже герои, только не войны, а спорта. На встречу пригласили чемпионов соревнований разных уровней. Среди них – Михаил Охотников. В его копилке множество наград. Накануне он приехал с очередной медалью – с чемпионата республики по лыжным гонкам. Если с ветеранами, то, наверное, больше всего для того, чтобы дать молодежи то, ну, сказать на путь, то, для чего вообще они воевали, ради нашего будущего. Но встреча с нами – это то, чтобы молодежь не отчаивалась, занималась спортом. Алсуга Таулина, Николай Быков, Альметьевс ТВ.